Чтобы пройти в зал для общения с выпускниками, министру пришлось преодолеть почти квест. Ему еще раз показали, как в этом году 11-классники будут сдавать ЕГЭ. Какое расстояние их будет разделять, насколько пристально за ними планируют наблюдать и даже как уничтожаются килограммы бумажных материалов, которые используют при подготовке к единому госэкзамену. Квест преодолен успешно. Выпускники из регионов заждались. Обычно подобные встречи проводит губернатор. Но сегодня и он напутствовал школьников онлайн. Присутствовать лично не смог. Ваши наставники, родители, конечно, переживают, волнуются за вас. Но я уверен, что эти трудности вы тоже преодолеете и станете еще сильнее. Силы им еще понадобятся, ведь экзамены впереди. А сегодня ребята смогли пообщаться с министром образования в неформальной обстановке и задать ему интересующие их вопросы. Не постеснялась и Екатерина Кузнецова из Быстроистокского района, чемпионка местных соревнований по волейболу и легкой атлетике. Как вы думаете, какие профессии будут наиболее воскреплены через 5 лет? И очень хочется узнать, где же вы учатся на министре. Как сказал Владимир Владимирович Путин, правильной, как это сказать, обучением или учебой на такие должности руководящие, как глава района, губернатор, министр и другая, любая руководящая. Потому что это труд, как раб на галерах. Вот когда ты трудишься с утра до вечера и с вечера до утра, вот это и есть самое настоящее обучение. Кстати, министр порадовал тот факт, что многие участники сегодняшней встречи после окончания высшего учебного заведения готовы вернуться в Сеоло и продолжить там работу. Максим Костенко попросил их поделиться лайфхаком с другими выпускниками о том, как правильно выбрать будущую профессию. Это нужно понять сердцем, за своей душой, из чего ты хочешь. То есть следуй за мечтой и за сердцем. Да. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.